Здравствуйте! В студии новостей телеканала Видное ТВ Наталья Буслаева. В этом выпуске я и мои коллеги расскажем вам о том, как проходит голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня, 1 июля, основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ровно в 8 утра все 63 избирательных участка, расположенных на территории Ленинского городского округа, были открыты. Уже шесть дней вся страна принимает активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня 1 июля, последний, завершающий день, когда можно отдать свой голос. Мы находимся на избирательном участке номер 3624, который находится в историко-культурном центре. Как и на всех других 63 участках Ленинского городского округа, двери для избирателей открылись ровно в 8 часов утра. Уважаемые члены комиссии, уважаемые наблюдатели, участок 3624 к выборам готов. Голосование проходило в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по всем санитарным нормам, с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Хочу обратить внимание на то, что в этот раз у нас заявки для голосования на дому принимаются до 17.00, поэтому те, кто не успели еще оформить заявки и по каким-либо причинам не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, пожалуйста, вы можете позвонить либо в свою участковую комиссию, либо обратиться к нам в территориальную избирательную комиссию по телефону 541 1788 до 17.00. Мы примем заявку и обязательно комиссия к вам выйдет. Каждый комплект для голосования на дому был заранее упакован в стерильный конверт. Стоит отметить, что голосование длится уже неделю. Каждый день проходил по одному и тому же сценарию. После закрытия участка все бюллетени изымались из урн и опечатывали сейф-пакет. То есть также составлялся акт и все это убиралось сейф. После сегодняшнего закрытия участка все эти пакеты будут скрыты. Будет пересчитано количество бюллетеней и также будут разделены кто за, кто против. Чтобы исполнить свой гражданский долг, жители начали приходить на участок с самого утра, несмотря на выходной день. На соседнем участке в районном центре культуры и досуга проголосовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Самая главная установка, которую делал губернатор, который делал ЦИК для нас, это сохранение безопасности и соблюдение всех мер противоэпидемиологической защиты. Вот мы сейчас убедились и инспектирую и сегодня о том, что все меры выдерживаются и жалоб по этому поводу у нас не поступило ни одной. Сопровождал главу депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Вместе они проконтролировали ход проведения голосования на участках и поблагодарили членов участковых избирательных комиссий за их работу. Само спокойное на участке. Голосование идет хорошо. То есть народ приходит. Голосование длиной в неделю проводится в России впервые. Такой формат прежде всего направлен на то, чтобы в целях повышения безопасности сократить количество людей, находящихся на участках одновременно. Всех, естественно, призываю сегодня прийти и проголосовать тех, кто не успел это сделать. И, конечно, хочу сказать, что мы сегодня фактически формируем свою историю и понимаем на свою ответственность перед будущим. Избирательные участки закроются в 20.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Сегодня последний седьмой день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки были открыты 25 июня. Для удобства граждан проголосовать можно рядом с домом, пригласив членов избирательной комиссии на дом или прикрепившись к тому участку, который расположен ближе, например, к месту работы. В первый день голосования на избирательном участке, который находится у детской поликлиники, побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Для обеспечения безопасности избирателей в связи с коронавирусной инфекцией было принято решение об обустройстве двух участков для голосования, находящихся в медицинских учреждениях, на открытом воздухе. Так, участковая избирательная комиссия номер 1304 расположилась во дворе у детской поликлиники. Мы рассчитываем, что граждане вот уже даже сейчас, по первому дню, мы видим, что все подходят, интересуются, еще и многие хотят проголосовать. Поэтому я думаю, что все-таки эта активность, она будет на протяжении всей избирательной кампании. Ну и 1 июля, конечно, будет финальным завершающим. Участок будет работать до главного дня общероссийского голосования 1 июля включительно. Первые избиратели начали приходить сюда еще утром. Как и в любом другом месте для голосования, здесь обеспечены все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. И у нас здесь и средства нейтральной защиты выдаются при входе. Здесь, пожалуйста, любой избиратель может подойти, пронсировать руки, получить одноразовую ручку, перчатки, маску и пройти дальше, соответственно, получить бюллетень, те же самые кабинки для голосования и опустить свой бюллетень в избирательную урну. Голосование, растянутое на неделю, также направлено на уменьшение количества избирателей, находящихся одновременно на участке. При этом появилась возможность выбрать удобное для себя время и в течение семи дней принять участие в голосовании. Мы пришли на участок, нам вручили средства защиты, все объяснили, висят плакаты, все доступно. Все прекрасно, все хорошо. Нет, это когда много народа, стоишь, ожидаешь, когда этих обслуживают, до тебя очередь дойдет. Поэтому, нет, все прекрасно, хорошо, ребята, спасибо. Всего в Ленинском городском округе работают 63 участковые избирательные комиссии. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 26 июня наша съемочная группа побывала на одном из избирательных участков в деревне Мильково и узнала, как проходит волеизъявление граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Температура 36,4. Проходите, пожалуйста. Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в правила работы избирательных комиссий. На каждом избирательном участке всем пришедшим проголосовать по поправкам. В Конституцию России в обязательном порядке измеряют температуру. При входе обрабатывают руки антисептиком. Не исключение и участок деревни Мильково. Также мы предлагаем одеть маски и перчатки для безопасности окружающих, которые сидят на избирательном участке. Кстати, паспорт отдавать в руки членам избирательной комиссии не надо. Достаточно показать нужные данные на вытянутой руке. Для росписи в книге учета и голосовании рекомендуется воспользоваться одноразовой ручкой. Пришедшие проголосовать жители с такими мерами полностью согласны. Нормально, тихо, мирно, никого нет. Все хорошо. Я согласна со всеми поправками, которые предложил Путин. Поэтому решили прийти и проголосовать? Конечно, прийти проголосовать, потому что от этого зависит будущее наших детей и внуков. Я думаю, что это долг каждого гражданина. Это не безразлично, наверное, я так думаю людям, как мы дальше вообще будем жить. В первый день голосования избиратели приходили постоянно, но большого скопления людей не наблюдалось. Что в нынешних условиях хорошо, считает председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, тоже пришедший выразить свою гражданскую позицию. Ни один закон без народа, без народной воли не работает, поэтому очень важный сегодня проходит процесс. Это действительно голосование за конституционные поправки. Проверить работу избирательной комиссии и все ли меры предосторожности соблюдаются приехал глава Картинского территориального отдела Андрей Извеков. Проверил наличие индивидуальных средств защиты, которые выданы на все участковые комиссии. Проверил наличие разметки, соблюдение социальной дистанции и всего материально-технического обеспечения, это урны, бюллетени и так далее. Осмотром он остался доволен. Единственная просьба, когда люди выходят, снимают маски, перчатки, вы раз в два часа хотя бы меняйте пакетики обязательно и дезинфицируйте. Всего на территории Картинского отдела открыто семь избирательных участков. При необходимости можно вызвать представителей избирательной комиссии на дом. Всего же на территории муниципалитета открыто 63 пункта для голосования. Напоминаем, что оно продлится вплоть до 1 июля. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Екатерина Балисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Виднетова. Для удобства граждан на территории Ленинского городского округа работают и мобильные пункты голосования. Для этих целей переоборудовали пассажирские автобусы. О работе одного из них узнала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Деревня Андреевская находится, как говорят в народе, на отшибе. Но тема привлекательна для людей, которые не терпят городской суеты. Именно сюда и приехал мобильный пункт для голосования. Паспорт просто показывайте. Первую страничку и прописку. Как и на других стационарных пунктах для голосования, здесь соблюдаются все меры безопасности. Всем выдают маску и перчатки. Ручка у каждого также персональная. Автобус стоит на одной из улочек Андреевского. Каждое утро он отправляется из Видного в какой-либо населенный пункт Ленинского городского округа. Географическая точка, где будет пункт голосования, естественно, определяется заранее, чтобы оповестить об этом местных жителей. В деревне живет более 280 избирателей. Те, кто сегодня пришел на мобильный пункт, отмечают, что раньше голосование было сопряжено с рядом трудностей. Сейчас удобно. В прошлый раз, когда мы голосовали, было категорически неудобно. Всех жителей направляли в Володарское. По поводу избирательных пунктов никто никого не уведомил. Раньше мы, видно, ездили, очень долго искали какую-то школу, не знаю. В Молоково тоже неплохо было голосовать рядышком. А здесь прям замечательно. Перед тем, как предоставить право голоса гражданам, которые самостоятельно пришли на мобильный пункт, члены избирательной комиссии объехали тех, кто оставил заявку для голосования на дому. Сегодня у нас запланировано с 9 до 14.00. Это на данном участке мы голосуем. И затем с 15.00 до 19.00 мы выезжаем в деревню Богданих. Развешивались объявления на остановках, то есть по телевидению, по СМИ это объявлялось. Плюс обзванивали участки. То есть всевозможную информацию пытались донести до населения. Таким образом, все желающие могут проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации рядом с домом. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В течение дня мы будем следить за работой избирательных участков. Следующий выпуск новостей выйдет в 16.30. Я не прощаюсь с вами. Продолжение следует...